Дедушка, посмотри, я нашел кучу маленьких котят. Внук уже с порога закричал радостную новость. Однако дед, взглянув в коробку, отругал мальчика и велел вынести этих чудовищ на улицу. Этой историей 13-летний Денис поделился на популярном форуме. История произошла летом 2020 года. И подросток хотел спросить совета. Как и предыдущие годы, он этим летом отправился в деревню к бабушке и дедушке. Это было лучшее время в году. Вместе с друзьями он целыми днями гулял на улице, бегал на речку и в лес, рыбачил, купался и загорал. Как жителю большого города Денису было удивительно все, что происходило в небольшой деревне. Его дед с бабушкой имели огромный огород и небольшое хозяйство. Были куры, кролики, свиньи и даже одна коза. Конечно, мальчик помогал родным всем, чем мог, но его не сильно-то заставляли. И вот летним днем он отправился на речку с друзьями через небольшую лесную поляну. На обратном пути он услышал слабый писк, который доносился в кустах около большого дерева. Денис пошел на звук и обнаружил в старом дупле кучу крошечных новорожденных котят. Вместе с друзьями они решили спасти малышей и отнести их дедушке. Друг Дениса сбегал за коробкой и полотенцем домой, и подростки гордо понесли находку домой. Однако дед, увидев малышей, тут же закричал на внука и велел выкинуть их на улицу. Мальчик обиделся на деда, отнес котят обратно и закрылся в комнате. Дедушка хотел поговорить с Денисом, но мальчик промолчал, а сам полез на форум и показал там фотографию котят. И тут его поспешили разочаровать, это вовсе не котята, это детеныши ласки, опасного хищника, который частенько ворует куриц и кроликов у людей. Мальчик тут же побежал к деду и сказал ему о том, что узнал. Дедушка подтвердил, да, сразу узнал этих опасных малышей. Он уже устал воевать с ними, эти хитрые животные постоянно пробирались в сарай и убивали его кур и кроликов. Денис проверил чуть позже гнездо и заметил, что детенышей там больше не было. Очевидно, мама потеряла малышей и решила перенести их в другое место. К счастью для жителей, соседи.